Вот. Нужновато, да, немножко? Есть такое дело? Пора, предпадет, тогда будет нормально. Значит, эту презентацию готовил специально сюда, отрепидировали мы ее немножко в Белоруссии, прогнали. Я хотел бы вам показать, что будет спецвоза в течение 25 лет. Поэтому моя презентация сегодня называется «Пецвозы из Российского экономического союза». Все видно, как отцу другу, да? За общими фразами, отраслевые тенденции и перспективы развития стоит просто мысль. Как жить, как работать, как кормить людей, как зарабатывать деньги, да, без фабриканов. Что такое Евразийский экономический союз? Интересно, наверное, кто-то, всем знать. Это вот такое наше пространство. Вот Афанга приехала с Армении, ребята с Казахстана, здесь был Валера где-то в зале, с них еще несколько ребят. Которые объединяют и Беларусь, и Россию, и Казахстан, и Армению, и Кыргызстан. Это организация, созданная международная организация, которая обеспечивает передвижение рабочей силы, политики, квадратской экономики, услуг, капитала. Ну, как быть, за этими общими словами стоит наш результат. Посмотрите, пожалуйста, где мы сейчас живем. Это наши страны. Армения делает 3,5 килограмма на человека в год. Беларусь 65,2. Ребята, вдумайтесь, это мировой рекорд беларусы сделали всех. То есть они перебили даже мировых лидеров. Казахстан 10 килограмм, мы 33. Эти данные есть только здесь. Ну, чтобы визуально это показать, вот примерно вот так вот здесь, на человека в год. Я у Джима Саммера, это мой друг, он глава мирового пруцеводства, и только что подготовил вот эти данные. Посмотрите, в прошлом году весь мир сделал 116,2 миллионов тонн мяса. Ну, вот красиво вот так вот Армении, я скажу, пожалуйста. И вот это вот Беларусь. Посмотрите, они перебили всех. Где-то вот здесь. Вот, да. Это мировой лидер Израиль, это американцы, это Малайзия, это Австралия и Аргентина. То есть максимально было 50, а Беларусь сделала 62. Куда? Вроде бы, да. На экспорт. Молодцы, они начали заниматься этим давно. Вот то, что по яйцу, посмотрите, как мы сейчас выглядим. Россия, ой, назад, 306 человеком год, Казахстан 277, Беларусь опять лидер мировой, 378. Раньше была Украина 343. Это Авангард и Овастар, компания 2. Но для чего они это делают? Потому что на экспорт в России. Вот так это примерно выглядит уже на картинке, если взять. Наша организация, голодная, называется Евразийская экономическая комиссия. Вот Дима Супрунов, который сейчас только что отъехал, его отец, который меня всему научил, Анатолий Афанасьевич Супрунов, зам. директора птицепрома еще, он тоже с нами на борту. И вся семья Супрунов, по-моему, здесь даже, включая внуков, приятно идти. Вот. Мы все дружим давние годы, и вот как-то взяли и пришли в эту организацию. Вот это вот Альберт Давлеев, вот этот парень руководитель КСК-3Т у Грузии. Я был там основной докладчик на этой конференции. Вот друзья Казахи, Кыргызии. Руководитель Сидорский, Сергей Сергеевич, он когда-то тоже руководил птицфабрикой в Гомеле в молодости. Сейчас был потом премьер-министром Белоруссии. И вот сидя в этом зале, знаете, интересную вещь сказала, она меня поразила. Все, говорит, премьер-министры подчиняются мне. Не поверить было трудно. На самом деле, помнишь тогда, эта трансляция была на плазмах, да? Все министры сельского хозяйства, в том числе Медведев, подчиняются ему. Подумайте. Вот. В этом государстве мы живем. Когда вы получаете себе препарат, который вам присылает любая компания, вы же видите, что он сделан не на сертификаты России, а Евразийской экономической комиссии. Вот мы не задумываемся над тем, где мы сейчас живем и что будет дальше. Так вот, мы задумались. Это было в октябре, 14-го числа. И сделали вот такой вот проект. Сейчас он пока еще не принят. Казахи там, ребята, чуть-чуть переделывают. Вот это проект, по которому мы будем жить в течение 25 лет. Теперь коротко покажу, как будем жить. Созданные ассоцией Бразийского экономического союза, дактильно-продовольственной безопасности, разработка и согласование проекта. Я просто бюрократический язык перевел на нормальный, заменяемый. И вот покажу. Мы когда-то в Белоруссии создали Шарипов, Руслан, Казахстан, Шерстнев, Николай, он сейчас работает губернатором Витебской, самая большая область в Белоруссии. И вот мы это создали. Этот союз. Потом Слава Хачтят подъехал, это руководитель союза пресс-водов Украины, зам. Ну, самый основной человек. Столкосли вот этот, Белоруссия его притащили, на который был назвал Советского Союза. Приперли на себе реального, поставили на этом столе, на это сделали Союз. Вот, потом Асана, да? Это Титя Роза, это Фернхиан великая женщина, Армении кто знает, да? Вот, потом такой же союз был в Азербайджане. Потом в разных других странах, это Венгер наш друг, руководитель союза Петербайджана в Венгрии, они тоже вошли в наш союз. Республика Молдова вошла, Монголия. Это Кыргыз, главный парень наш, дружок. В Таджикистане тоже у нас будет в этом году совещание. И в этом году входит уже, мы там 5 лет форума проводим. Ярослав, приглашаю, кстати, вас. Это в Узбекистане 25-27 ноября будет большой форум. В Самаркаде, у Азам Амоныча, там будет проводиться все, с Пулатом будем проводить. Там фермерское движение больше. Собирали руководители мусульманских стран мира. Вчера был мини Мальшаман, он руководитель всех сунитов в мире. Вот он, был мини Мальшаман вчера звонил сюда. Вот он живет в Голландии, но руководитель Вордфуд Халал Канцел. Мы собираем разные форумы другие. Это Белоруссия. Для чего? Для того, чтобы вывести Россию на экспорт. Говорят сейчас модный, условный экспорт. Ребята, это самое главное слово, которое мы должны себе поставить. Это мы проводили там же форум в Шанхае. Для того, чтобы туда продавать наши лапки. Мы уже этой работой занимаемся. В этом году было продано порядка 78 тысяч тонн лапок. Думайте, из России куда. Джим Саннер раньше поставил 235 тысяч тонн ежегодно из Америки в Китай. Далай-ламу они приняли там, поэтому немножко закрыли. Потом птичек веков. Давайте теперь коротко. Вот еще положение, которое создало Российской экономической комиссии. Разработка новых видов мясных продуктов. Птичных продуктов сейчас только что мне сообщили, что меняется руководство. Витсу, где? Лена. И ПП, да, сегодня занято, взаимно руководство идет. Витсу, перерабатывающая промышленная сфера. Над чем они работают? Посмотрите, пожалуйста, как выглядит упаковка в мире. Уже давным-давно мы же привыкли, что субпродукты вот так будет все это выглядеть. Сейчас только такая упаковка идет. Берешь эту упаковку, порвал, положил микроволновку, подогреваю через 5 минут за бед. Все. Весь мир уже вот так кушает. Нам надо тоже у них учиться и как делать упаковку. Для того, чтобы посмотреть это, зайти на мировые сайты. Лучше на американские компании, немножко больше продвинутого. В таком виде все продается. Это наш друг, он хозяин 45% белорусского птицеводства. Вот он так сделан первым еще для запекания. Упаковку убираешь, микроволновку усунул и все готово через 40 минут. Наши ребята тоже сделали разогрелось съел. Это логотип Линника. Ликтор, мы в четверг встречались с ним. Он хозяин компании Миратор. Вот у него такая система. Вот так они упаковывают. Тоже пошли. Мы знаем, что мы кушаем. На Бриасколе Николай Иванович Лавсольд не смог приехать, потому что поблизости сегодня не собирается. Эти продукты в первую порядку. Крупные члены, поэтому и с нами сегодня. Но вот так вот они делают свою упаковку. Группа компании прода сделала РОКОПО. Подобные продукты. Вот так упаковываются наши фельмени. Заливная птица. То есть надо делать так, чтобы взял и съел сразу. Это бакинный резерв, это филе. Вот есть такие даже консервы, почему-то мало кто занимается. А еще новая штука, я вот реально, ребят, предлагаю. Вот я когда-то делал первый в Советском Союзе еще карман для кошек-собак. А почему мы не делаем консервы для кошек-собак? Шлеба там, да. Сами у себя на фабриках тоже деньги приносим. Вот такие вот упаковочки, типа консервы. Сейчас они меняют такие вот упаковочки. Это Межниновская птица фабрика свою упаковку делает просто для вахарня. Вот, шашлечки. Как выглядят яичные продукты? Давным-давно Гавриил Степанович Франценко, я расслабил, знаете, как я говорю. Я его с трех лет, это крупнейший, ну, наш семейный друг. Он еще 15 лет назад сделал упаковку вот такую, метропаковскую. Не пошла тогда, потому что народ не привык. Просто утром пришел, взял, открыл и омлет готов. Ну, удобная форма. На дом тоже надо переходить на большие упаковки, потому что есть ресторанный бизнес, есть общественное питание, те же гостиницы. Туда вот поставляется автопутник. Боря у Астары, это очень большая компания. В Украине она делает упаковки белок яичный, сухой, а без сахарный. Вот так, в жидкой форме идут такие у него упаковки. Посмотрите, как делает Роскор. Вот их упаковка. Это вот все яйца, как Тамара Михайловна Акалилова делает, маринованные на домашних условиях. Это промышленное уже производство. Я коротко покажу. Хаос английским языком хорошо. Вот мне мой друг, американец, писал. Он построил при Астоле, когда здесь Саша Карпман. Вот, говорит, посмотри, Сергей, вот нет ДМО, нет антибиотиков, всяких разных гормонов. УСД, органик, все, что можно налепить, но упаковку лепят. Вот. А он прислал еще в супермаркет, зашел, говорит, вот это яйцо. Написано, что яйцо, снесенное без присутствия петуха. Мы тоже посмеялись, но люди же не знают, как это делается. Ну, лепят люди, продавайте, знаете. Как это Леша делает, Зиньков, у него компания Лето. Вот, посмотрите, какая красивая упаковка. Для того, чтобы притащил, прям доставил в супермаркет. И вот такая упаковка готова. Это очень вкусная, он ее реально из кукурузы делает. И я вкусы твои запомнил, еще давно туда. Приезжал, никогда не забуду. И сам покупаю. Вот такая премиум-упаковка у него есть. Это продукты, которые делает компания Роскор. Сирен-йод, гиетические, с карапиноидами, хоряль, дюжина, 12 штук. Мини-это люкс, яйцо меньше, больше, больше. Счастливая курица. Вот, посмотрите, они начали делать птица свободного содержания. Я к этому вернусь сейчас. Вот новую упаковочку, которую они сделали. У Остер-мега. Это у Бори. Сарегорская эти молодецкие яйца делает. Ну, кроме этого, он еще колбаску такой делает. 15 сантиметров, 6. Толщину молодецкая, забавная называется. Яйцо с сыром, это новая форма. Надо какие-то формы продвигать. Вот его птица. Яйца. Это Виктор поставил у себя на компании Мироновский хлебпродукт. Посмотрите, переработка для газовый завод Мироновского. 25 миллионов. Это Евгений Степанович у себя сделал на Преосколе. Да? Кто у нас в Преосколе? Ну, это все, что он долго, он за технику. Все-таки, да? Когда-то мы притащили проект Геннадия Бабритского, он с Карпаном. Вот этот проект запрещено показывать. Кто покажет, тот будет уволен, как говорит Бабритский, да? Ну, а я вам покажу тихонечко издалека. Вот так аплодируется у них машинка. Перевозят отвалы, какие делаются сверху. Мы им продали машину такую. Делают 3850 тонн в час. Машина переворачивает. Ворошийчик идет. Вот. И можно потом через 11 недель на полях. Что такое? Вот. Дальше они добавляют туда ферментиков. И потом это все дают. Есть другая система утилизации отходов. Это вот такие цилиндры, которые сжигают помет. Это тоже продукт, который тоже приносит очень большие деньги. Это органика, это удобрение. Тоже надо этим заниматься. Почему я все показываю? В Евразийской экономической комиссии у нас это все принято. Как будем развиваться дальше? Я когда-то придумал такую форму, круговорот птицевоз. Это идея. Вот посмотрите. Что такое птицевоз? Деньги, рост стадо, инкубационное инкубация, потом цыпленок. Потом вырастили, убилили, собрали все. И опять-таки в торговлю деньги. Вот по сути-то вот так мы живем. Правда, между этим есть и оборудование, и кормовые добавки, и корма, и ветпрепараты. О, Вальяр наконец пришел. В Казахстане часовая разница, наверное. Есть такой подраздел, я говорю, из-за Казахстана пока не принят вот этот вот проект. Вот эту часть по ветеринарии, ее отдали в отдельный отдел, который над Роселькостный двор. Скоро вы увидите, что будет из этой бумажки, поэтому я ее просто уберу. О безопасности мяса птицы, продуктов переработки и яйца. Сейчас разработан технический регламент, по которому мы будем жить 25 лет. Я бы его откорректировал еще раз, если бы. Ну, к сожалению, надо быстро этого принять, политическую. Но мы придумали, что сделать надо тех регламент по яйцу. Для чего это нужно? Сидорский, министр, вот это сказал, а дайте мне идею хорошую какую-нибудь. Мы говорим, а все лето мы ниже себестоимости яйцо подаем. Он говорит, ну и дайте. Я закрою мост этого иностранного яичного порошка. Хорошая идея, да? Смотрите, рынок освободим, да? Вот. Для того, чтобы его принять, надо технический регламент сначала сделать. Вот над этим сейчас работают гущи армии. И все наши ребята, директора и владельцы 10 крупнейших хищных фабрик, дали специалистам, с которыми мы это все делаем. Дальше. Создание селекционно-генетического центра. Сегодня Дима Ефимову звонил, он генеральный директор смены. Вот. И я его спрашивал, как будет дальше наука развиваться. Ну, к сожалению, сейчас похоже расскажу. Вот такие положения сделаны. Вот это вот что такое? Кто знает? Что за логотип? Интересно, красиво, да? Смена. Вот. Он мне напоминает этого щелкунчика, помните, как был балетком? Вот я говорю, Дима, давай логотип. Все начинается, как корабль и представится, так он и поплывет, да? Вот. Все начинается с вешалки, поэтому логотип должен быть красивый. Это Роский Цоюз задумал нас сделать четыре селекционные центра по генетике. Смена, потом, значит, Светловский, потом Благоварская и Индейка-Ставропольская. Жизнь живет, развивается своим чередом. Помните, где нас ездили с Трусом, создали Балтизу, да? Вот. Потом, значит, Броллер Будущего под Москвой, потом, значит, группа Черкизова из-за проекта. Авиакент создал в Туле. Башкирские броллеры подразделения Яйцо выращивают из Аарбаркерса. Вот. Дальше ИПС и Акашевскую мы создали, потому что от первого порядка тогда еще. Потом я купил наш агрокомплекс. Вот. Потом Евродон тоже не стал думать. Ярославра принесла из Индейка, вот свои подразделения сделал. И также Демоте. Ярослав, ваша мажайка, да? Да. Лавинский и Крымская. Как и Ира? Фронза, фронза, да, да, да. Фронза. Вот. Это хайлайн они сделали во Владимии подразделения. Окска, птицфабрика. На самом деле, ребята, все это проекты сделаны крупнейшими мировыми компаниями. Одна из которых здесь сегодня присутствует. Если я поставил все на свое место, вот получилась вот такая картинка. Вот так сегодня выглядит наша Россия. Посмотрите, все остальные генетические кроссы, только смена отечественная осталась. Немножко здесь еще есть проекты. Почему? Я показываю нашего друга, владельца компании Кайс Хендрикс и наш самый великий человек, я считаю, самый высокопорядочный человек в лицеводстве. Я хотел бы, вот Ярослава не представляете, Ярослав, встань мне, пожалуйста, вот, посмотрите номеров. Да, потому что, да, все вопросы к нему сегодня будут, да. Значит, посмотрите, это моя старая схема, я ее ребрединг немножко сделал. Эльфу с Йоханом принадлежит Хайлайн, Ломан, Авиаген и в прошлом году он Хаббар купил. Вот у Тайса Хендрикса, Хендрик Дженетикс, он совместное предприятие с компанией КОП. Вот эти два человека руководят всем. Ну, так есть на самом деле, надо это понимать, где мы наоборот. Мы делаем комплексы по переработке и Цитару, Зова, это Леша Бета сейчас делает, они сейчас подписали с самым великим человеком в России, пока про него мало кто знает, но он губернатор в Акатульской области. На питерском форуме, который был 25-го числа, они сделали проект переработки, самой большой переработки яйца в России. Балжанин делает ее фабрика, это Роскар, их переработка. Есть еще одна компания, которая называется РосАгрогрупп. Они делают переработку яйца под брендом Грова. Вот, и самая большая детсфабрика на одной площадке, это Боровская фабрика, вот, они тоже делают переработку яйца. Дальше, фармсубстанции. Когда-то мы создавали, у меня были Юниагра, у меня было 90% рынка кормовых добавок Советского Союза, полтора времени потом уже появилось. Витасоль, Максин, Корма, Содруство, Трионис, Мегамикс. Сегодня сюда, сейчас приедут уже, подъезжают сюда, я как бы, Абласов, по-моему, будет, да? Уже здесь, да, на Баку, да, хорошо. Вот, когда-то в молодости начинали разные компании, ВИК, Мосагроген, наш любимый, великий, большой, как сказали, не скромно, скромно, но замечательный, НИДАФАР. Вот, Агровинзащита, Биофармаком. Все эти проекты, я Олег тебе говорю, имеют возможность сегодня получить деньги в Евразийском Союзе, банк выделяет по 3-5%, любые кредиты, понимаешь, они есть. Надо ими пользоваться, просто взять и написать на бумаге, так. Вопрос, кому и дают. Кому дают, ну, по себе, и дают. Деньги-то есть, вопрос. Да, да, да. Вот, биологически, помните, у Вани, от детства, что был Берион, потом Абивак, потом Простор, Грандвеж, Незержен, Геопромцентр. Я еще раз хотел бы вас поблагодарить за то, что вы нас прилили, и корабли, это 4 года мы вместе делаем, мы просто по человечески дружно с ребятами, и вот всю команду компании «Нитафарм» за их поддержку, и то, что на корабле, и вы завод вчера всем показали, да? Да. И вот такую же фотографию, я думаю, мы сегодня тоже еще сделаем где-нибудь, да? Дизайн завтра, да, пока. Да, классно. Срок годности. Есть там тоже проект в Евразийском экономическом союзе, это вот такое оборудование поставили ребят, это вообще-то бомба, я единственное, что нашел за последние годы. Компания сделала вот такую штуку, поставила. В основе этой технологии геоактивации вот такие вот никель-карминовые склады стоят и сжигают все вирусы, микробы, грибы. Такое помещение в течение 10 минут мы бы сделали абсолютно стерили, представляете? То есть упаковочку, когда мясо упаковал, все, там нету ничего. И это срок годности увеличивает сильно. Они ее поставили на американские спутники, на космических наших спутниках, это все остается, такая штука. Она просто встраивается в потолок и вот так это выглядит на фермской фабрике. Это очень интересное что-то. Но деньги в продажу, это правильно, надо вот это вот использовать. А, простите, а именно принцип действия, разница давления? Как бы, помнишь, был такой чех, который сжигал молнии вызывал, да? Вот там идут постоянные электрические разряды, погоняя через себя, сжигается все просто. Я не запомню. Не, 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 минимизация. Это очень сильная разработка, она запатентована во всех странах мира, наша разработка, реально стоит она даже на американской спутниках. Вот, это ТДВ, группа, компания делает у нас, мои друзья, помните, Яшкина у них вафельки всякие, 40% кондитер, Вимбельдан, КДВ, Фепсико, Продо и все остальные ставят вот это. Я вечером расскажу, кто захочет подруга. Я просто продвигаю. То, что мы делаем НАСР, ХАСП, все это понятно. Как бы все получили сертификат и успокоились. На самом деле это процесс, это процессинг, работа, наручить специалистов, как работать ежедневно с этими, как будет выглядеть птицеводство в будущем. Давайте заглянем вообще туда. Будем смотреть за всем птицеводством. Это зоотехники витрача, представляете, на фабрике. Мы сейчас смеемся, а вот когда у всех появились мобильные телефоны, ведь это прошло-то всего 25 лет, да? А помните вот эти бумажки развороты на птицфабрике, когда мы каждое утро рисовали, да? Все сейчас в компьютере, когда даже Ваня сделал с моим жгуном, помните, Воронежская программа компьютерная, да? Ну, оно же работает каждый день. Мы теперь приходим к этому. К сожалению, американские сейчас воют, потому что у них, оказывается, в Штатах можно так, стоит человек на улице, говорит, подпишите бумажку, что птица не должна содержаться в клетке. 35 тысяч в штате, 350 тысяч подписей набирает, все, с законом штата, нужно всю клетку убрать и вывести в свободное обглубленное исследование. Кошмар. Воист просто, ребята, птицеводы. Но, может быть, и нас это ждет когда-то. И закупки препаратов будут также производить напрямую, без всяких дистрибунеров, без всего, как это принято. Взял, купил по электронным торгам. Вы продаете по электронным торгам? Да. Видите, уже пришло бежать. А, ребят, не дай бог, вот такое увидеть на наш фарик. Ого. Не дай бог, но это, к сожалению, к нам все подходит. Давай, естественно. Развитие экспорта. Системка поддержки у нас. Гармонизация, регионализация территории. Вот вы вчера говорите, вот в Ярославле, например, можно продавать яйцо, а на Костромской фабрике был птичий грейд. Мы только в Голландию заехали. А Вася, владелец фабрики Сиир, тоже из Галлической у него, да? Рядом из Костромы. Вася, что было? Закрыли все, да? Кошмар. А мы только его аттестовали на экспорт. Представляете? Все. На год никакого экспорта. Вот. Так. Пробежим. В семнадцатом году 20 миллиардов мы наторговали. Вот. А Вадим Владимирович сказал, так. Через шесть лет. На сорок пять. Мы тут посчитали, сколько вагонов надо купить для перевозки зерна. Огромный будет. Вот. Мы работаем во всех странах. Вот. Когда летом провалы идут, надо продавать в Дубае. Ой, сколько времени. С каждым шейхом познакомиться. Носом потереться. Чай попить. О чем-то поговорить. Ребята, восемь лет работы. И вот только в этом году началась работа. Артур сделал это поставки в Синявинской птицфабрике. Вот. Посмотрите. Приходит к вам на фабрику контейнер. Вы его затовариваете. В контейнере 1248 ящиков. Если фура, 990 ящиков. Деньги вам заплатили и фура пошла. Заработка, вася, мы знаем, большого нету. Но в среднем погоду 10% на карму. То есть мы освобождаем рынок от лишнего яйца. А, на яйцо, вот вернусь. На яйцо нужно вот две даты поставить. Между ними, смотрите, три месяца. При термоусловиях оно идет и уходит в Дубай. В Дубай выгружается, вот в лотке обязательно должно быть только отсветление. В Дубай выгружается на склады. Вот, Ибрагим будет на Байкале у нас в этом году. Он вывел весь мир на экспорт. В крайну ухудачу он. Сейчас я не уйду, он живет так. Потом это все перекочевывает в супермаркеты. Надо быстро реализовать. Потому что, ну, там жарко. Только раз, и на лице плесень пошла. Кроме этого, есть еще одно государство. Я ездил с Виран. Там, ну, потом расскажу. Но ребята в этом году половину птицы не сожгли. Птичьи крипты. Бессмерть теперь. А это соседи, между прочим, да? Вот представляете, что может? Да, да, да. Вот эти форумы мы проводим. Это вот, на выставках участвуем. Это Андрюшка Терехин. Вот он, Черкизов. Вы его на экспорт. Нарковский министр Терехнического хозяйства. Почему учимся? Вот учимся у Джима Саннера и Цезарь Данда. Вот это International Commission, International Public Council. Две площадки, на которых собираются хозяева всего яйца мирового и всего бролера. Вот нам туда приезжать, надо с ними общаться, учиться. Потому что там, ну, днем доклады, а вечером вот отдыхают, ослабляются и заговариваются экспортами. Посмотрите, этих данных нет ни у кого. Можете сфотографировать, если хотите. Потому что это данные, которые мне дали хозяева и директора физфабрики. То, что в печати, это данные из Роспецсоюза, из журнала. Вот это реализм, который у нас сегодня есть. Вот. Это вот объемы 2017 года. Заставлю сейчас снимите, пожалуйста. Вот так это выглядит в 2016 году. Птицефабрик было вот столько. В 2017 году, посмотрите, это, например, 243 площадки, которые объединены в 99 холдингов по бролеру. Это по яйцу. Бролер на яйчной фабрик осталось столько же. Немножко прибавилось лидейки. Утки, гуся больше стало. И на 5 хозяев стало больше. Итого у нас в России 359 птицефабрик, которые объединены в 373 холдингов. В этом году было закрыто 25 птицефабрик. В прошлом году 31. Дальше процесс будет еще хуже. Не пугают, на самом деле, реально. Вот эти мои справочники, вы ими пользуетесь постоянно. Джинсай. Это справочники где-то здесь есть? А, там, да? Хорошо, покажу. Мы... Вы знаете, этой книжкой все пользуются. Поэтому я имею самые первые данные. По яйцу теперь посмотрите десятку. Это тоже реализм. Тоже данные, только здесь. Причем в конце, посмотрите. Лето, Башкирское и Сеймовское, все в одной цифре. Людмила пригнала Роскара всего лишь на 10 миллионов яйца в этом году. Ну, вот первые вопросы у нас. Помысл в этом году еще поднимется. Артур Халдайенко, он на свои усы первые вытащил на экспорт. Ребята, это была огромная работа. Мало кто понимает, это огромный труд. Вот. Эти все переговоры сложнейшие. Вот. Там же в Российском экономическом союзе сделано... Помните, Путин сказал, я, говорит, увлекся, заболел цифрой, да? День 5 назад, помню. Это прослеживаемость. Вот Олег сегодня показал слайд. Когда он подходит... Телефон поставил. Я помню, как ты нам виски поставил на Байкале, да? Посмотрел потом, где произведена эта бутылка, да? И также будет у нас... Мы наведем на упаковку яйца. Штрих-код прочитаем. Узнаем, какой проз был, чем кормили эту птицу. Мы думаем, что это не будет. Это уже есть сейчас на несколько площадках. Это будет полезно для того, чтобы создавать автоматизированную схему криминого учета. Как это делать в вашей жизни? Ну и заканчивая, я скажу, что самое главное, это мы. Это кадры, которых никто не готовит. Ваня больше с нами был, проект обветокалиния. Московский ветеринар. К сожалению, там... Мало у нас кадров. Нас не учат никто. Мы учимся, как я говорю, обычно обмениваясь опытом друг у друга. Так же передаем поколение в поколение вот нашим детям, вот нашим писателям. И сейчас вот мы сделали здесь не экземпляр книжки. Она разошлась, где-то 5 тысяч экземпляров за полгода. Это фактически учебник для оптицефабрики, для опытнейшего человека, и для нового пришедшего ввода. Поэтому такая книга существует. Больше стихи, пожалуйста. Вот она. И все-таки наши форумы... Мы заканчиваем уже... Это Ютой Кроллер, который был в январе. Потом мы провели этот конгресс в Доме союза. Все ребята из Минска сделали вот этот форум. Мы сегодня, естественно, на корабле Саратов Волга. Следующий форум приглашаю всех на Байкал. В этом году он немножко пораньше будет. 25 по 30 июня. Вот. Приезжайте туда. Я вас всех приглашаю. Очень интересные люди. Даже иногда фамилии называть. С гордостью говорю, что у меня в этом году такая команда появилась. Молодкин знает, что там всегда слишком хорошо. Мы это делаем уже 24 года. Ребята. Вот. Иван Сергеевич смотрит подъехал. Он сзади стоит, да. Он вообще с детства там на Байкале. Следующая форум у нас будет экспорт яйца и мяса птицы. Это в Санкт-Петербурге в сентябре. И всех приглашаю. Еще раз повторю. Узбекистан 25-27 ноября. Самарканд. Очень интересно. Заканчиваю. До конца Сидорский сказал на экономическом форуме 25 мая, что мы обеспечили себя полностью яйцом. И чуть-чуть Казахстан потянется по мясу птицы и все будет уже хорошо. Мы сами себя накормили. Ну и Казана из такой вот фотографии приготовил. Посмотрите, все уже новые примеры даже из Армении. Сказали, что будет сейчас создан совет министра сельского хозяйства. Вроде бы бюрократен. На самом деле, ребята, без этого ничего не сделаешь. Мы все вместе. Мы все дружим. Я смотрю в глаза Валеры. Спасибо, что пришел. Спасибо, что ребята с разных стран приехали сюда. Я очень благодарен Ярославу и Барту, и всем ребятам, которые приехали. И огромное спасибо компании Биомин. И огромное спасибо компании Нитрофарм, которые нам устроили в этот праздник. Спасибо огромное время. Спасибо.